В индустриальном районе, в аварийном доме сталинской постройки, где еще до сих пор живут люди, в квартире на втором этаже обрушился потолок. Случилось это в квартире семьи, где воспитываются два ребенка. Перекрытие обрушилось ночью, благо в том месте, где никого не было. Хозяйка говорила, она сразу поняла, случилось то, чего давно опасались. Осматривать масштабы разрушений пришлось при свете фонариков. Да и то, какое-то время спустя. Сразу разглядеть ничего было невозможно. Слушай, вот этот бабах, пылища повсюду. Я начал пищать, мне муж на меня наорал, что ты орешь. Я говорю, страшно жить. Фонарик светим, ничего не видно. Потом пыль усела и увидели, вот эта вся бандура прилетела. Дом на Нагорной улице признали аварийным еще в декабре 2021 года. С того момента все его жильцы с трепетом ждали переезда. Однако очередь на расселение до сих пор не дошла. Постоянное обращение в администрацию практически результата не дали. Единственный вариант, который предложили горожанам, переехать в дом, также признанный аварийным, но покрепче. Менять шило на мыло желающих не нашлось. А чердачное перекрытие проседало все больше и больше. Усугубляло ситуацию текущая кровля. Он мне звонил, когда мне снег таял, и мне, получается, вот здесь капало. Я говорю, позвонил в управляющую компанию, у меня с крыши капает снег. Я говорю, ну я передам там кому-то, где спор едут смотреть. Более дальновидные жильцы сами сделали крепи, которые поддерживают грозящий обвалом потолок. Но эти инженерные решения результата не гарантируют. Рухается все. Там и в туалете висит все. Он и в туалете подматывал, и в ванне подматывал. Там все, вот такая же ситуация. Туалет, 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 туалет. Все, вот он, все висит. Видите, все висит, рухнет и все. Там все страшно лежит. У нас, когда вот даже поезда едут, да, и аж дом трясется лежит. Машина проезжает, дом трясется. Укреплять остатки потолка жильцы планируют своими силами. Тем временем ситуацией заинтересовался следком. Следственным отделом по индустриальному району города Хабаровск, Суэска России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». Следствию предстоит установить объем мероприятий, проведенных уполномоченными должностными лицами в целях поддержания общедомового имущества в безопасном для жильцов состоянии. Оценить совокупность действий, направленных на расселение жильцов дома. С места происшествия Марина Мамедова и Андрей Алферов.